МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в эфире телеканала Артём ТВ. С ними вас познакомлю я, Ирина Анциферова. Здравствуйте! Вот краткий обзор событий, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Должники продолжают получать предписания. Артёмовский РКЦ отключает потребителей за неоплаченные счета за свет. Подумаем о летнем отдыхе вместе. Родители школьников обсудили актуальные вопросы на общегородском собрании. Полторы тысячи деревьев. Такое количество молодых побегов будет высажено в Артёме на неделю. А теперь об этих и других событиях более подробно. С 22 мая горожане, которые живут в посёлке Угловое и пользуются услугами общественного транспорта, смогут платить меньше. Дело в том, что в этом году увеличилась плата за проезд в городских автобусах и составила 21 рубль. Однако по расчётам перевозчиков поездка не по всем маршрутам получилась одинаковой в цене. Так, по маршруту номер 101 пассажирам приходилось оплачивать 25 рублей в один конец. Теперь вопрос этот с перевозчиками урегулирован. И вот как прокомментировал ситуацию председатель местной думы Анатолий Бадль. Так уж произошло, что у нас сменился перевозчик на 101 маршруте. И они работают уже по новому закону о пассажирских перевозках. Он говорит о том, что тарифы могут быть как регулируемые, как и нерегулируемые. Перевозчики пошли под пути нерегулируемых тарифов, и они сами устанавливают плату за проезд. Но это не понравилось жителям нашего города. Те, которые живут на Угловом, Берзарина, Совхозной, они обратились к нам с просьбой решить эту проблему. Почему, допустим, жители посёлка Заводского ездят, пользуясь, вернее платят за автобус 21 рубль на таком расстоянии. Они, живущие более близко, платят 25-30 рублей. Ну, вникнув в проблему, я понял, что есть пути решения этого вопроса. Ну, что нужно было делать? Собрали небольшую рабочую группу. Глава города, начальник управления Шичкин Вячеслав Александрович, перевозчики. Перевозчикам было предложено изменить тариф на территории города Артёма в пользу жителей, в сторону уменьшения. И сделать его в границах города 21 рубль. Они, конечно, сразу не хотели этого делать, но мы высказали несколько предложений, которые говорили, что есть у нас возможность поставить автобусы, которые будут работать от углового до центра города и обратно. То есть мы, получается, могли им сломать все их графики. Они попросили неделю на размышления. И вот когда неделя прошла, они сказали, да, мы понимаем, что это нужно, и мы готовы с понедельника будущего перевозить пассажиров за 21 рубль. Я считаю, что нужно их поблагодарить за то, что они пошли на уступки. Ну, и хочу сказать, что у нас есть перед ними теперь какие-то обязательства. Ну, я думаю, что это хорошее сотрудничество. Должникам на заметку. С января этого года уведомления об отключении за неоплаченные счета по коммуналке теперь печатаются прямо в квитанциях. Таким образом, дополнительно извещать квартиросъемщика о том, что ему прекратят подачу, например, света, больше не требуется. Поэтому внимательно изучайте квитанции, а главное, вовремя их оплачивайте. И тогда вам не грозят никакие инспекторы-контролеры. А тему должников продолжим в следующем репортаже. Утро не всегда задается. Особенно, если в твою дверь постучали грозные контролеры. Артемовский РКЦ вновь навещает своих потребителей. У кого-то долг едва перевалил за 10 тысяч рублей. А есть и те, чьи суммы копятся годами и не сокращаются, несмотря на неоднократные отключения от электроэнергии. На 1 мая 2017 года по Артемовскому городскому округу количество абонентов составляет 49 тысяч. Из них 12 тысяч на сумму 80 миллионов потребителей, которые имеют дебиторскую задолженность. С такими потребителями наши специалисты проводят досудебные мероприятия путем автодозвона, путем направления уведомлений о задолженности, уведомления о приостановлении, ну и непосредственно приостановление ограничения подачи электрической энергии. Отключенные абоненты у нас стоят на жестком контроле. При выявлении специалистами самовольного подключения оформляется акт незаконного потребления, после чего передается в полицию для возбуждения административного правонарушения. Сумма штрафных санкций составляет 10-15 тысяч рублей. К тем, кто не хочет оплачивать квитанции за потребленную электроэнергию в добровольном порядке, Артемовский РКЦ применяет весь комплекс законодательных мер. Дабы взыскать задолженность, судебные приставы исполнителей имеют право наложить арест на имущество и доходы неплательщика. Более того, до полного погашения задолженности запретить оформлять сделки в отношении принадлежащих ему транспортных средств, недвижимости и выезжать за пределы России. С января 2017 года вступили изменения в законную силу в постановление правительства Российской Федерации номер 354 от 6 мая 2011 года правила предоставления коммунальных услуг гражданам. В новой редакции упростилась система уведомительной процедуры о планируемых ограничениях. То есть, если, например, раньше у нас потребителю нужно было направлять два уведомления за 20 дней и за 3 дня непосредственно под роспись, то сейчас достаточно уведомления разместить в платежном документе, который доставляется абоненту ежемесячно. Если в течение 20 дней после получения счета квитанции задолженность не будет оплачена, то потребителю будет ограничена подача электрической энергии. Если вашу квартиру все-таки отключили от электричества, придется обратиться в Артемовский РКЦ. Здесь всегда идут навстречу абоненту, и в случае, если он не может оплачивать всю сумму сразу, с ним заключают соглашение о реструктуризации. Потребитель оплачивает первоначальный взнос 35% от долговой суммы, остальное разбивается помесячно, на год. Таким образом, ситуация не безвыходная, но и попадать в нее не стоит. Как гласит народное изречение, оплати квитанции и спи спокойно. Ирина Анциферова, Сергей Корнеев, Даная Михайлова, Городские новости. Правила проведения ЕГЭ, организация летнего отдыха, школьников, вопросы безопасности детей во время каникул. Эти и другие темы обсуждались на общегородском родительском собрании. На нем присутствовали представители администрации округа, МЧС и госавтоинспекции. Тему продолжит моя коллега Луиза Сысоева. Общегородские родительские собрания проходят три раза в год. Их цель – объединить родителей и педагогов. В этот раз собрание прошло под названием «Актуальные вопросы образования и воспитания». И, как показывает практика, желающих принять в нем участие всегда хватает. Вообще, в принципе, для меня на чем полезно. На протяжении четырех лет каждый раз я хожу. Сознательная мама. Узнать что-то новое. А вы какой раз участвуете в собрании? У третьей. У третьей? Да. И каждый раз что-то новое, да? Что-то полезное узнаешь? Ну, что-то, да, полезное узнаю. Здесь детская комната и милиция, пожарники, вот, дорожные, ну, правила дорожного движения объясняю. На родительские собрания стараюсь ходить. У меня уже второй сын учится в школе. Всегда в родительском комитете. То есть, родительское собрание – это всегда что-то новое для родителей. Обмен мнениями по разным вопросам. Ну, тема данного родительского собрания интересна в преддверии лета о том, что предложат, как организовать отдых наших детей. По-моему, это полезно. Я считаю, что родители воспринимают все нормально. И, конечно, вот мы проводили собрание о том, что как не полезен интернет и так далее, что сколько можно говорить по телефону. Вся информация психолога, который говорит о том, как надо беречь детей. Я думаю, что это полезно для родителей. Они когда выходят в собрание, они говорят спасибо, потому что они что-то узнали новое о своих детях. Речь шла о ЕГЭ и государственной итоговой аттестации, об организации летнего отдыха школьников, о безопасности во время каникул. Начальник управления образования Людмила Колпакова отметила, что в этом году экзамены сдают 531 11-классник и 1089-классников. Особое внимание будет уделено условиям безопасности. Во всех пунктах проведения экзаменов, как в 9-х, так и в 11-х классах будут дежурить сотрудники полиции, медицинские работники. На ЕГЭ во всех аудиториях будут беспрерывно работать видеокамеры. Вся информация по видеонаблюдению будет отражаться на мониторах в ситуационном центре Переморского края и на федеральном уровне. Также Людмила Колпакова рассказала, что на организацию отдыха детей в летний период в этом году из городской казны выделено 5,5 миллионов рублей. Средства пойдут на питание, работу профильных лагерей, временное трудоустройство подростков. На организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием выделено 8,5 миллионов рублей из бюджета края. Говорили и о правилах безопасности, которые должны привить родители своим детям. В свою очередь присутствующие могли задать насущные вопросы главе округа и начальнику управления образования. Наш город подключился к всероссийской экологической акции посадки леса. В школах и детских садах Артема на этой неделе будет высажено более полутора тысяч елей. Продолжение темы прямо сейчас. Выпускники Артемовской 19-й школы с завидным усердием высаживают маленькими елочками аллею выпускников. А как же иначе? Ведь по всей стране стартовала ежегодная экологическая акция «Всероссийский день посадки леса». Впервые он был отмечен в мае 2011 года. Каждый участник акции старается за время, которое она идет, а это целый месяц, посадить молодое деревце, как символ заботы об окружающей природе. Проходится российская акция. Все одиннадцатиклассники, ну выпускники, садят деревья, елки, пихты, чтобы оставить память о себе, наверное. Вообще преображение города, так скажем. Чистый воздух, больше деревьев. Детям будем рассказывать, что это наши деревья. Действительно, как бы приятно, что выпускники оставят о себе память. Тем более, сегодня такой прекрасный, замечательный день. Светит солнце, я думаю, что пройдет достаточное количество лет, они будут с трепетом вспоминать о том, что они оставили благое дело для школы. У нас есть общественно полезный труд, где ребята будут выполнять обязанности по облагораживанию территории. Обязательно будем за ним подкармливать, ухаживать, поливать. Хвойных красавиц городу безвозмездно предоставил один местный предприниматель. Полторы тысячи елей высадят в каждом образовательном учреждении в течение недели. Высадка деревьев также пройдет в районе детского дома по улице Фрунзе 8. Появится зеленый сквер и в районе так называемого учительского дома по улице Толстого 4. Там елочки высадят жители дома совместно с воспитанниками коррекционной школы-интерната. Всероссийский день посадки леса еще очень молод. Организаторы надеются, что эта хорошая, добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей страны. И у каждого артемовца появится свое дерево. А лучшее сразу несколько. Ирина Анциферова, Сергей Корнеев, Даная Михайлова. Городские новости. Социальное сопровождение семей с детьми. Так называется семинар, который объединил специалистов из разных ведомств. Сохранение семьи и предупреждение серьезных проблем – вот единая задача для социальных работников, представителей власти и правоохранительных органов. Как работать вместе эффективно, выясняла наша съемочная группа, рассказывает Полина Еремина. Семинар и круглый стол на тему социальное сопровождение семей с детьми состоялся в Артеме. Социальные работники из Уссурийска, Фокина, Находки и других городов Приморья встретились для того, чтобы обсудить новую форму работы и понять, как ее применить на практике. По сути, социальное сопровождение – это новый вид государственной помощи семье, который возникает в рамках межведомственного взаимодействия. То есть это означает, что не учреждения социальной защиты оказывают помощь, не субъекты системы профилактики, такие как комиссия по делам несовершеннолетних, органы образования или органы здравоохранения, оказывают каждый в своей части помощь. Это именно помощь одной конкретной семье, когда все вместе, межведомственное взаимодействие, все понимают проблему семьи, все определяют проблему семьи и как можно помочь семье решить проблему, и помогают ей выйти из этой ситуации. Это и есть социальное сопровождение. В рамках презентации проекта социального сопровождения представители Департамента труда и социального развития «Приморья» обозначили категории семей, которые могут оказаться в списке потенциальных участников программы. Это матери с новорожденными детьми, имеющие намерение отказаться от ребенка, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, находящиеся в опасном социальном положении. Главное здесь, наверное, раннее выявление семейного неблагополучия. Вся вот эта работа во главу угла должна ставить раннее выявление. То есть мы хотим помогать семье тогда, когда еще можно помочь реально, и семья не оказалась в ситуации социально опасной, ну или, возможно, даже в трудной жизненной ситуации. Потому что именно раннее выявление семейного неблагополучия сегодня – именно залог успеха в работе по профилактике этого самого семейного неблагополучия. По словам заместителя главы округа Натальи Волковой, специалистам нашего города такая форма работы давно знакома. У нас уже налажена система взаимодействия, она налажена неплохо. И это отмечают и на всех краевых совещаниях, о том, что Артем работает именно во взаимодействии всех служб и органов, от которых зависит судьба конкретной семьи. И поэтому у нас уже есть непосредственный опыт взаимодействия. Конечно, есть моменты, когда нужно исправлять то взаимодействие, которое сегодня есть, поправлять и делать его, ну, более, так сказать, таким быстрым, срочным. Потому что иногда такие бывают ситуации, что нужно просто быстро решать срочную проблему. Поэтому я думаю, что такой семинар, он полезен. И то, что нам, возможно, мы сегодня не услышим чего-то нового. А возможно, поскольку здесь пять территорий находятся Приморского края, коллеги поделятся своим опытом. И тот разбор ситуации, который мы будем разбирать, может быть, кто-то подскажет, как нужно взаимодействовать более быстрее и более слаженно. Потому что это очень важно. Полина Еремина, Денис Болтов, Дана Михайлова, Городские новости. Найди себя! Военно-патриотический фестиваль под таким названием прошел на Приморском кольце. Выставку военной техники, показательные выступления военнослужащих, полеты авиации и прыжки с парашютом – все это имел возможность увидеть любой желающий. Фестиваль прошел в Приморье впервые. По словам организаторов, его цель – показать молодежи и родителям престижность военной службы и помочь определиться с выбором будущей профессии. Свои навыки и умения на фестивале продемонстрировали военнослужащие войск спецназначения, ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. Показательные выступления также подготовили Федерация оружейных единоборств, технических видов спорта, сверхлегкой авиации, рукопашных видов спорта и дзюдо. Творческие номера показали общественные организации и военный оркестр. На выставке военной техники было представлено более 95 машин – от танков до минометов. В пунктах предварительного отбора граждан на военную службу все желающие могли получить информацию о службе по контракту. А в зоне локальных площадок – попробовать солдатскую кашу и посмотреть представленное здесь военное оружие. Такими были новости сегодня. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова